Всем привет, друзья! Мы находимся с Алексеем в магазине Триаспорт по адресу... Новоясневский проспект, дом 1, торговый центр Спектр. Да, и сегодня мы по плану хотели снять следующую часть апгрейда с Алиэкспресс, потому что наконец-таки пришли наши штуны, которые пойдут под замену Зероинга великого и ужасного. Ужасного скорее. Да, скорее ужасного. Но тем не менее, у нас сегодня появился другой повод, мы решили отодвинуть апгрейд на чуть-чуть попозже, потому что есть очень интересные вещи, которые мы хотим сравнить друг с другом, и на самом деле у нас просто появилась такая возможность сделать это не просто там на бумаге и так далее, а рассмотреть с точки зрения конструктива в том числе. Да, и сегодня мы лоб-флоб столкнем две вилки от очень известных производителей. Это вилки от компании RockShox и вилки от компании Suntour. И сравним мы их со стороны RockShox, самую бюджетную воздушную вилку, и со стороны Suntour это уже, так скажем, их средниковая, но все же первая более-менее адекватная воздушная вилка. Да, первая достойная вилка, скажем так, потому что, ну прямо скажем, все вилки, которые идут ниже XR, а мы сегодня будем смотреть Suntour XR, они, ну, такие себе, на мой взгляд, они скорее фитнесовые, они не относятся ни к какой-то реальной амортизационной работе. Скажем, это те вилки, которые лучше поменять на жесткие. Да. Потому что толку от них никакого, и только лишний вес, и лишний конструктив. А это вот действительно одна из немногих вилок у Suntour, так скажем, начальная, которая действительно заслуживает внимания, и ее поставить на велосипед, на мой взгляд, совсем не зазорно будет. Да, причем почему мы сравниваем именно эти две вилки? На самом деле не просто так. Дело в том, что многие велосипедисты, я думаю, что вы с нами согласитесь, когда видят заветное название RockShox на вилке, им кажется, что эта вилка будет работать безупречно. Она безупречно крутая и так далее, и так далее, и так далее. А когда видится Suntour на вилке, все думают, что это шляпа, и то, что это просто не должно работать ни в коем случае. Но мы взяли по сути одинаковые вилки по уровню, по смыслу и так далее, разберем их до деталек, и сравним их с точки зрения конструктива, взвесим все. А также Алексей, например, расскажет, что он перебирал очень много таких вилок. Вот опыт эксплуатации, опыт обслуживания и так далее. То есть по полной программе мы разберем две самые народные, скажем так, вилки от этих двух замечательных брендов. Да, и что ж, я думаю, нам нужно начать с того, что мы завесим обе эти вилки и полезем уже таки внутрь, и посмотрим, как они устроены, в чем у них разница, где лучше, где хуже. В общем, сравним их по полной. Да, надо сказать, кстати, то, что какие мы вилки берем, чуть-чуть характеристик, да. Мы берем бустовые вилки с ходом 120 мм и на осях, чтобы было абсолютно равное сравнение. Ну что, погнали? Да, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Перед тем, как лезть внутрь этих вилок, я думаю, нам в первую очередь стоит их взвесить и рассмотреть их, так скажем, отличия на первый взгляд. Вот так вот, что нам здесь видно и что нам понятно. Обе вилки на конусном штоке, что, естественно, большой плюс. Никаких стальных и прямых штоков уже нету. То есть эти вилки достаточно прочные и жесткие. То есть нагрузку они обе будут держать весьма неплохо. Обе вилки на стальных ногах, то бишь они будут играть примерно в одной и той же весовой категории. Также обе вилки на осях, как вы можете заметить, что тоже очень хорошо для торсионной жесткости. То есть в этом плане производители достаточно схожи. Вот. Что ж, я думаю, нам стоит их взвесить перед тем, как разобрать и посмотреть, как устроены кишки этих вилок. А как нам ее положить взвесить-то вообще? Сейчас, не, я думаю, что можно вот так будет их взвесить. Ну куда в помойку ее суешь, ну че ты? Так, в качестве площадки для того, чтобы вилки было удобно разместить на весах мы будем использовать новые шатуны. Вот они, на самом деле, они опять со звездочкой, но об этом чуть позже. Так, хорошо, на весах у нас ноль. Проверяем ноль. И погнали. Взвешиваем RockShox. У него, конечно, будет небольшое преимущество за счет того, что ноги у него тридцатые. Поэтому он на самую малость будет да полегче. Только за счет даже самих ног. Итак, вес у нас получается 2 килограмма 286 грамм. Неплохо. Ну вообще тяжелая, конечно, вилка. Так, кстати, очень. Так, и теперь взвесим наш сантурик. Сантурик по ощущениям более тяжелый. Взвешиваем его. И у нас получается 2 килограмма 331 грамм. Ну, в принципе, абсолютно схожий вес, особенно если прикинуть то, что у Джуди тридцатые ноги, а не тридцать вторые, как, например, на этом прекрасном сантуре XCR. Итак, вилки Сантур. В частности, Сантур XR. Достаточно неплохая вилка, выпускается в гигантском просто множестве разных модификаций. Под эксцентрик, под ось, под прямой шток, под конусный шток. Но, так или иначе, внутри себя имеет достаточно примитивную, но все-таки в какой-то мере рабочую конструкцию. С правой стороны демпфер представляет собой газлифт, у которого настраивается исключительно только отскок. И есть блокировка либо с руля, либо непосредственно с кэпа. И, собственно, воздушная часть этой вилки выполнена максимально примитивно, насколько это возможно. Воздушная, позитивная камера. И в негативной камере у нас стоит стальная пружина. Тяжелая, но, так или иначе, в меру рабочая вилка. Если вы ищете себе что-нибудь на замену вашей устомерной, пружинной, тяжеленной вилки, то, в общем и целом, могу рекомендовать воздушные сантуры. Если вы не спортсмен и не гонитесь за результатом, это, на самом деле, очень хорошая вилка. RockShox Judy Silver. Достаточно неплохая вилка от RockShox, однако, на мой взгляд, конечно, в версии с остальными ногами она особого смысла не имеет. Потому что разница в цене между Gold-версией и Silver не такая большая, но, все-таки, мне кажется, если мы берем RockShox, то нам стоит выбирать версию на алюминиевых ногах. Внутри конструкция воздушной пружины с позитивной и негативной воздушной камерой. И достаточно неплохой демпфер, у которого регулируется компрессия и, конечно же, отскок. Так или иначе, достаточно неплохая вилка для прогулочного катания. И, в общем и целом, ее можно использовать даже для каких-то базовых спортивных дисциплин. Что-то вроде езды кросс-кантри. Вот, в общем и целом, вилка будет работать неплохо даже там. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы и разобрали вилку Suntour XR. На самом деле, это делается очень просто. Буквально за 5 минут вилка разбирается полностью. Что, конечно, можно отметить как плюс, потому что, если вы хотите обслуживать свою вилку сами, то это большое преимущество. В отличие от, например, RockShox, как мы дальше посмотрим, эта вилка разбирается, ну, просто в тысячу раз проще. Нет никаких запрессовок. В общем, просто откручиваются два болта и сверху два кэпа, и вы практически полностью разобрали вашу вилку. Что, естественно, довольно неплохо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как факт, можно констатировать то, что вилка RockShox сделана гораздо более интересно, чем вилка Suntour. Несмотря на то, что внешне они очень схожи друг с другом, но так или иначе, внутри они отличаются кардинально. И начнем с первого, не самого очевидного отличия, это, собственно, корона и ноги вилки. С виду они абсолютно одинаковые, исполненные оба из стальных ног и алюминиевой короны. Однако, корона RockShox весит гораздо больше, и, на мой взгляд, у нее больше запас прочности, потому что здесь корона целиковая, достаточно тяжелая, без какого-либо облегчайзинга, но так или иначе, это добавляет достаточно много жесткости этому узлу. У Suntour же противовес, сама корона сделана с облегчением. В целом, торсионная жесткость от этого будет не сильно страдать, но все-таки она будет чуть помягче, чем вилка RockShox. Во всем остальном, эти вилки выполнены вообще практически абсолютно идентично, одинаково, достаточно примитивные вот эти вот конструкции. То есть здесь сами ноги не выполняют функцию каких-то воздушных колб или картриджей. И несмотря на то, что RockShox-овские штаны и корона весят больше, чем у Suntour, они при этом на более маленьких ногах. То есть здесь 30-е ноги, а не 32-е, как, например, на Suntour. И чуть не упустил один момент, у вилок ноги не анодированные, а они, так скажем, с воронением. Это некое такое покрытие, оно в общем и целом скользит хуже, чем анодировка. Более бюджетное решение. Так, теперь уже переходим к отличиям этих вилок, достаточно кардинальным. В правой руке у меня штаны RockShox, в левой руке у меня штаны Suntour. На первый взгляд они плюс-минус одинаковые, ну, единственное, что у RockShox-а, конечно, помощнее выглядит Gorilla. Она с такими мощными перемычками, как вы можете обратить внимание. То бишь у вилки торсионная жесткость будет выше, чем у Suntour. Это большой плюс этой вилки. И опять-таки, штаны вилки RockShox весят больше, чем штаны Suntour. И, если честно, математика у нас немного не сходится, потому что в сборе вилка Suntour весит тяжелее на 100 грамм. Но когда мы все разобрали, почему-то все запчасти получаются тяжелее у RockShox-а. Ну, и постепенно перейдем к кардинальным отличиям непосредственно внутрянки данных изделий. В первую очередь это пыльники. Пыльники — это вот эти вот элементы. Они выполняют функцию того, что защищают вилку от грязи. Они не дают пыли и каким-то частицам, которые остаются на ноге вилки, проникать внутрь штанов. И, соответственно, они защищают нашу вилку от истирания. Это, так скажем, наше предохранение. Основная разница здесь в том, что, естественно, на Suntour использованы менее качественные пыльники, которые не имеют дополнительной внутренней пружинки, которая поджимает пыльник с внутренней стороны, которая нам вообще не видна. Из-за этого происходят такие моменты, что данные вилки, если их заправлять смазкой либо маслом, начинают давать небольшие масляные кольца, и они, так скажем, пропускают внутрь грязь гораздо больше. Ну и сами пыльники гораздо более жесткие, чем у RockShox. То есть качество пыльников отличается просто кардинально, и RockShox здесь выигрывает просто на голову. Отличие штанов номер два. У RockShox использованы специальные поролоновые резинки, которые дополнительно смазывают направляющие ног, чтобы они лучше скользили и чтобы вообще у вас было хорошее страгивание. Ну, вы поняли. В Suntour же этого вообще нету. В стоке здесь нет никаких поролоновых колец. На мой взгляд, они добавляют достаточно много преимуществ. Вилка лучше страгивается, ну и в целом себя чувствует гораздо лучше. Плюс меньше грязи проникает именно на трущиеся поверхности, потому что поролоновые кольца, так же, как и пыльники, собирают на себя грязь. В Suntour этих пыльников нету вообще. Переходим уже к третьему отличию. Это направляющие этих вилок. Башенги, если быть точным. Если у RockShox у нас два полноценных, хоть и невысоких, но все-таки полноценных металл-тефлоновых башенгов, которые достаточно хорошо скользят, плюс, естественно, это башенг и сверху, и снизу. То у Suntour верхний сделан из металла плюс пластик, и сама нижняя направляющая, она сделана просто из пластика. Соответственно, эта вилка будет на страгивании работать чуть хуже, больше подлипать будет. То есть тефлон, естественно, скользит несказанно лучше, чем пластиковая направляющая. Из чего делаем вывод, что, в общем и целом, вот эти штаны будут скользить лучше, и у них будет выше торсионная жесткость. И переходим к последнему, четвертому отличию штанов этих вилок. Данные штаны являются герметичной конструкцией, а это значит то, что мы можем использовать масло, и, собственно, должны по мануалу использовать его для того, чтобы смазывать направляющие в этой вилке в Suntour же, наоборот. Здесь мы используем исключительно густую смазку, потому что, к сожалению, вот здесь снизу не обеспечено герметичное уплотнение. И чтобы использовать эту вилку с маслом, необходимо проворачивать разнообразные дополнительные манипуляции, которые, в общем и целом, не такие трудные, но все-таки эту вилку надо дорабатывать, прежде чем она хоть как-то смогла бы приблизиться к штанам от RockShox. Теперь перейдем к тому, вообще за что же называют эти вилки воздушными, а именно это воздушные картриджи этих вилок. Слева у нас картридж от Suntour, справа у нас картридж от RockShox. На первый взгляд они достаточно похожи. И тут и там используется стальная колба, и, собственно, направляющая, в которой прикреплен поршень. Но, я думаю, нам стоит углубиться немного детальнее и разобраться, есть ли здесь вообще какая-то разница. А она есть. Начнем с того, что откроем картридж на вилке Suntour, и вот что мы обнаружим. Итак, как вы можете понять, собственно, вот это вот воздушный поршень. Он располагается вот в этой колбе. Вот сюда, в этот объем, внутрь этой колбы, нагнетается воздух. И, собственно, мы набираем нужное давление для того, чтобы вилка подходила вам по весу, так скажем. Но вот какой есть нюанс. Если мы взглянем на вилку RockShox, то с внешней стороны это будет абсолютно тот же самый воздушный картридж. Но дьявол кроется в деталях. А именно, если мы обратим внимание на наш поршень, он исполнен совсем иным образом. Во-первых, конечно же, он зафиксирован на штанге и не люфтит здесь вообще никак. Что, естественно, добавляет нам немного более жесткости. Это, в общем и целом, хорошо. Если мы посмотрим на вилку Suntour, в тот же самый момент поршень здесь просто вот так вот немножко болтается. Из-за того, что поршень не зафиксирован на самой штанге, это приводит к каким-то дополнительным люфтам и, так или иначе, к повышенному износу, потому что поршень норовит немножко гулять. И, конечно же, можем обратить внимание на воздушные манжеты. На вилке Suntour это просто односторонняя манжета, которая держит воздух только в одном направлении. В вилке же RockShox использован O-Ring. Это круглое обычное колечко, которое держит давление и в ту, и в другую сторону. Так вот в этом и заключается основное отличие этих вилок. Основное отличие двух этих картриджей воздушных будет заключаться в том, что роль негативной пружины в Suntour выполняет стальная витая пружина, а в RockShox это будет объем воздуха, который по давлению, в общем и целом, уравнивается с основной камерой. Если вам о чем-то это говорит, то вы все понимаете. Если вкратце, то данная вилка, если вы весите слишком мало или весите слишком много, будет работать достаточно туповато, она будет очень плохо страгиваться, потому что, к сожалению, эта пружина настроена на определенный вес. И если вы превышаете там какой-то определенный стандарт, там больше 85, либо меньше 65, то данная вилка будет не совсем адекватно под вами работать, ее страгивание будет не самым лучшим. Настало время рассмотреть демпферную часть этих вилок. Слева у нас демпфер от вилки Suntour, справа у нас демпфер от вилки RockShox. Они, как можете заметить, кардинально отличаются. Напомню вам, что демпфер отвечает за гашение вибраций. Он превращает колебания воздушной пружины в тепло, благодаря чему наша вилка не просто работает как подвеска на телеге, а работает как полноценная подвеска. Она именно гасит удары, превращая их в тепловую энергию. Вот, собственно, это наши демпферы, которые за это отвечают. Рассмотрим демпфер от компании Suntour. Я думаю, вы могли видеть подобные детали в автомобилях. По сути, это обычный газлифт. Это колба, заполненная маслом, и она имеет не так много настроек, и она не обслуживается. Мы, конечно, можем регулировать скорость отскока на ней. Это то, как быстро данная вилка будет возвращаться обратно. И, к сожалению, компрессии и регулировки у нас нет. Здесь вместо компрессии у нас исключительно только блокировка. В общем и целом, если не углубляться в детали, то это необслуживаемый элемент, который работает достаточно слабовато, как для демпфера. Здесь малый объем воздуха, и при активном катании рубилови, естественно, он весь завоздушится, и достаточно быстро выйдет из строя. То есть, это, можно сказать, что просто прогулочный вариант демпфера. Перейдем к демпферу RockShox. Здесь, как вы видите, конструкция уже значительно сложнее. У нас есть картридж компрессии, и, собственно, штанга отскока. Как это все работает? У нас есть штаны. Внутри штанов располагаются эти элементы вот таким вот образом. И вот это вот пространство заполняет масло. И при наезде на какое-то препятствие, вот этот поршень толкает масло наверх. Здесь открывается канал, через который протекает масло. И в обратную сторону, соответственно, здесь открывается канал, через который масло утекает в обратную сторону, благодаря чему вилка разжимается. И мы можем контролировать степень демпфирования как и на отскоке, так и на компрессии. Итак, плюсами данной системы будет, естественно, то, что она гораздо лучше настраивается. Собственно, вы можете настроить компрессию вилки, то, насколько она будет сопротивляться течению масла при сжатии вилки. И также можно настроить скорость отскока при том, когда вилка будет возвращаться в обратную сторону. Данный демпфер, естественно, обслуживается. В нем меняется масло, в нем меняются расходные материалы, такие как резиночки и пластиковые направляющие. В общем и целом, это полноценный, рабочий, хороший демпфер. В нем гораздо больше объема масла. Он не будет перегреваться так, как демпфер от Santura, например. Ну и в целом он имеет гораздо более интересные и очевидные настройки. То есть здесь каждый челчок действительно влияет на ощущение от вилки. В то время как у Santura вам надо 10 раз провернуть отскок, для того, чтобы хотя бы немного почувствовать какую-то разницу. Благодаря этому демпферу вилку RockShox можно просто отлично, около идеально подогнать к любым условиям катания. Ну и, конечно же, это не лучший демпфер из тех, что существует на данный момент, но все-таки это можно считать полноценным рабочим, около спортивным демпфером. Ну и если отметить какие-то минусы данной конструкции, единственное, что мне приходит в голову, это только то, что его сложнее обслуживать. Потому что вот этот элемент очень туго обычно вытаскивается, надо приложить определенную сноровку, там, пошатать туда-сюда. И, в общем, не так просто его вытаскивать. Ну и, естественно, нам нужно будет заменять масло. Для этого по-хорошему нужна, конечно, мастерская. Дома это делать будет не так удобно. В случае же Сантура просто меняется картридж целиком, и он стоит абсолютно недорого. Ну и на сладкое у нас последнее отличие этих вилок – это, собственно, оси. Это то, чем зажимаются наши колеса. В случае Рокшокса это будет очень легкая алюминиевая ось, весом всего лишь в 40 граммов. Со стороны Сантура это будет достаточно тяжелая стальная ось с цанговым заживом. По большому счету, вот эта вот конструкция, по идее, должна обеспечивать более надежную фиксацию колеса, но, несмотря на это, она весит больше 100 граммов. То есть здесь разница больше, чем в два раза. На самом деле, вот эта вот конструкция полностью справляется со своими задачами. Во всяком случае, для кросс-кантри. Если мы будем катать какие-то более солидные дисциплины, то, конечно, данная ось будет норовить раскручиваться. Ось же с цанговым заживом не позволит этому случиться вообще практически никогда, если вы ее правильно затянули и установили ее грамотно. Вот мы и разобрались, в чем заключается отличие двух, на первый взгляд, одинаковых вилок от компании Рокшокс и Сантура. Если вы хотите знать мое мнение, то скажу вам вот что. Вилка Сантура на самом деле достаточно достойный экспонат, и за свои деньги она предлагает относительно неплохую работу. И, в общем и целом, вилку без опар можно эксплуатировать. Она подойдет для какого-то любительского катания по парку. Если вы хотите, чтобы вилка ваша пружинная, какая-то обычная, пускай у вас сварная стоит, неважно, работала лучше, то это самый быстрый выход из ситуации. Если у нас есть намек на какой-то спорт, на какое-то быстрое катание, то, естественно, Сантура для этого не очень подойдет, потому что, как мы разобрались, его кишки достаточно примитивные, вилка RockShox просто на голову выигрывает вилку Сантура по страгиванию, по качеству работы демпфера, по возможности нормально настроить воздушную пружину под себя. Естественно, эта вилка целиком и полностью выигрывает вилку Сантура. Так что вилка Сантура — некоторое промежуточное решение между полноценной воздушной спортивной вилкой, ну а RockShox Judy, пускай даже в версии Silver, мы полностью можем называть настоящей спортивной вилкой. Вот ко мне за все время, к сожалению, ни разу не попала вилка Raidon. Они просто... Короче, у них у всех конструктив вот такой, у всех Сантура. Ну а теперь приходим к экономической части вопроса, когда мы говорим про одну из этих двух вилок, а, собственно говоря, какую же стоит в итоге брать. Дело в том, что, как мы с Лехой говорили в начале ролика, эти две вилки очень часто сравнивают друг с другом как равноценные варианты, но, как мы убедились по внутрянке, это совершенно не так. И сейчас нам интересно разобрать, а чувствуется ли эта самая разница и с точки зрения цены, потому что наверняка они и стоят по-другому, потому что RockShox — это типа крутой бренд, а Сантура — это так, ну, скажем, начальный вариант. Начнем мы с Сантура XR. И на самом деле ее прямо сейчас купить не так уж и легко, то есть нужно потратить какое-то время, чтобы ее найти и купить по адекватной цене. То есть основные площадки, где сейчас можно купить эту самую вилку, это, по сути, Алиэкспресс, Озон и специализированные магазины, причем в большинстве своем, которые располагаются не в Москве, а в регионах. Средний по больнице сейчас Сантура XR можно взять в среднем от 17 до 22 тысяч рублей. И надо сказать, что это не такая уж народная цена, ну, ценник достаточно высокий. А RockShox сейчас, несмотря на то, что официально не поставляется в Россию, где-то в закромах Триал Спорта, который являлся поставщиком этих самых вилок, можно найти за 30 тысяч рублей. Или, например, на том же Озоне где-то можно найти варианты за 28-27 тысяч. Ну и что же получается, что разница в цене между Сантура XR, а также RockShox в Джуди Сильвер составляет от 16 до 13 тысяч рублей. И это, на самом деле, не такая уж и маленькая разница, то есть это половина от стоимости Сантура XR. И мое однозначное мнение по поводу вилки Сантура XR, это то, что это вполне себе неплохая вилка, то есть она гораздо легче, чем, например, тот же Сантура XCM, и при всем при этом это, по сути, первая воздушная вилка от бренда. Но покупать такую вилку отдельно, на мой взгляд, лишено полностью смысла, потому что зачастую велосипеды, которые оснащены подобной вилкой в стоке, стоят буквально в три раза дороже, чем сама вилка. И на самом деле это не такая уж и проблема, потому что очень часто так и бывает, что стоимость вилки где-то примерно 20-30% от стоимости всего велосипеда. Проблема заключается в том, что покупая такую вилку отдельно, вы не получаете, ну скажем так, серьезного прироста с точки зрения амортизационных качеств. То есть если на вашем велосипеде стоят более младшие линейки от того же Сантура, то есть это XCE, XCT или XCM, то, на мой взгляд, гораздо лучше перейти на какую-нибудь жесткую карбоновую ригидную вилку. Или, например, уже сразу перепрыгивать на более крутую вилку от Сантура под названием Raydon. Raydon уже это прям, ну скажем так, поинтереснее будет вилочка, чем та же XCR, потому что там идут анодированные ноги, мало того, что там уже есть и негативные, и позитивные воздушные пружины, ну то есть это уже такая полупрофессиональная вилка. А в каких случаях стоит покупать RockShox Judy Silver? И как бы это странно не звучало, но равным счетом, как и с Сантура XR, я не вижу сценария, когда стоит покупать эту самую вилку тоже отдельно. То есть она на самом деле стоит не так уж и дешево, чтобы взять эту вилку, купить и переапгрейдить свой велосипед значительно за эти самые деньги. И я считаю, что однозначно лучше подкопить каких-нибудь денег, а каких-нибудь это примерно 10-15 тысяч рублей, и купить уже Сантура Judy Gold версию, а не Silver, потому что она весит, ну, значительно меньше. А значительно меньше это вес версии Gold составляет 1850-1900 грамм, что, сами понимаете, это существенно меньше, чем, например, 2 килограмма 250 грамм. И то есть отдельно покупать ту или иную вилку я прям сейчас рекомендовать особо не могу. Но давайте с вами рассмотрим вариант, когда мы покупаем велосипед, который имеет в стоке ту или иную вилку. Я всегда, когда подбираю велосипеды фитнес уровня, смотрю, чтобы байк имел на борту вилку не ниже уровня Сантура XR. Но таких вариантов сейчас, прямо скажем, практически не осталось. Когда мы говорим о бюджетном сегменте, то есть чтобы вы понимали, например, среди того же бренда Outlip, который славится своим соотношением цена-качество, самым бюджетным велосипедом, который имеет на борту воздушную вилку Сантура XR, является Outlip Vector Elite, который уже считается, ну, не таким уж и простым велосипедом. Или, например, самый бюджетный карбоновый хардтейл на рынке, который называется Karatek Vert Carbon Elite, который стоит 120 тысяч рублей, тоже имеет на борту эту самую вилку Сантура XR. То есть сейчас образовалась такая ситуация, что велосипеды, которые имеют Сантура XR на борту, стоят от 60-70 тысяч рублей, что меня лично немного удручает. Ну, а вот про RockShox даже, мне кажется, говорить нечего, потому что, когда мы смотрим на велосипеде, который имеет на борту RockShox Judy Silver, это уже байки, которые стоят минимум 90 тысяч рублей, что, ну, бьет просто под дых. Но по правде надо сказать, что есть одно исключение, которое называется Titan Racing Rogue в комплектации Sport, и там как раз-таки на борту есть та самая вилочка RockShox Judy Silver, и стоит этот велосипед 70 тысяч рублей. Правда, я думаю, что он закончится достаточно быстро и исчезнет с полок. То есть что получается на выходе? Что буквально пару лет назад мы могли купить велосипед, который бы имел на борту либо Сантура XR, либо RockShox Judy Silver, и это был бы безусловно крутой, но все же базовый вариант, как и с точки зрения качества, так и с точки зрения цены. Но сейчас мы за более или менее базовое качество получаем достаточно высокий ценник, что такие велосипеды уже являются средне-сегментарными. И эта ситуация немножко удручает. Получается, что мы хотели сделать выпуск, чтобы не только разобраться во внутренней части этих самых двух, ну, не побоюсь этого слова, знаменитых вилок на российском рынке, но также и рассказать вам, какую из этих двух вилок стоит покупать и при каких обстоятельствах. А на деле мы получаем, по сути, один единственный адекватный вариант, это когда вы можете купить ту или иную вилку, например, на Авито, то есть на бушном рынке, когда цена на эти самые вилки будет на 50-60% меньше, чем их розничная стоимость. То есть, если вы находите на Авито, например, Сантура XR 1000, там, за 8-9-10 тысяч рублей, это классный вариант. Равным счетом, как и RockShox Judy Silver, 1000 за 15-18, тоже суперское решение. И если бы мы не разобрались в этих самых двух вилках детально, как сегодня, мы бы также и остались бы в неведении. Я думаю, что многие из вас в том числе, что, мол, они бюджетные относительно, да, и их лучше всего покупать, потому что они равнозначны. И то, и другое не является действительностью. И пишите обязательно в комментариях, что вы думаете насчет этих самых двух, ну, легендарных вилок на российском рынке, или, может, вы знаете какой-то существующий вариант амортизационных воздушных вилок, которые стоят дешевле, но при этом по качеству вполне себе достойные. Делитесь, мы обязательно это прочитаем. И, может, вы знаете, какие бюджетные велосипеды у нас остались на рынке, которые имеют на борту воздушную Сантуру XR, а не пружинную, масляную. Безусловно, тоже делитесь этими вариантами в комментариях. Я, может быть, вставлю подобный велосипед в следующий топ. Ну и, друзья, с вами был Спортрупор. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok